Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами до плюс 15. Днем плюс 30-35 градусов. В горах местами плюс 22-27. В южной части местами чрезвычайная пожароопасность. Местами на территории республики высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем плюс 31-33 градуса. Высокая пожароопасность. 50 многоквартирных домов Черкеска в ближайшие пару лет получат в свое распоряжение благоустроенные территории. В настоящее время представители мэрии и депутаты встречаются с горожанами и представляют им предварительный дизайн проекты. На одном из мероприятий побывал Артур Мхце. Чтобы ваш двор не выглядел подобным образом даже спустя несколько дней после непогоды, необходимо либо иметь большую сумму собственных денежных средств на благоустройство, либо стать участником национального проекта «Жилье и городская среда». В противном случае остается только надеяться на оперативную реакцию надзорных служб. Только в это сейчас и верят собственники квартир по Кирова-13 в республиканской столице. Мало того, что зеленые насаждения того и гляди залезут в окна многоэтажки, а спортивная площадка смахивает на полигон, так еще и асфальтовое покрытие, похоже, подверглось нашествию кротов. Не иначе. Как итог, озеро рядом с домом. Тем временем в Черкесске продолжается реализация федеральной программы, которая уже помогла преобразить около сотни дворовых территорий. С 2017 года действует программа благоустройства дворовых территорий в городе Черкесске. Это уже второй этап этой программы. В прошлом году, в июле месяце, были поданы заявки жителями многоквартирных домов в городе Черкесске. И были приняты решения. В 2024 году будет 20 домов, дальше еще 20 дворовых территорий. Поэтому сегодня мы продолжаем работу, которую с депутатами городской думы, совместно с партией «Единая Россия», инициатором этого процесса. Мы проводим ознакомление жильцов многоквартирных домов с схемами благоустройства их дворовой территории. 50 территорий были выбраны из 163 поданных заявок. Так, эксперты решили, что этому двору между трех домов по улицам Красноармейской и Кавказской капитальный ремонт крайне необходим. В любом случае, горожане должны прийти к единому решению коллегиально, то есть большинством голосов. Если же они не найдут взаимопонимания, проект будет реализован по первоначальному варианту, предложенному представителями мэрии региональной столицы. Артур Мыхц, Олег Малхожев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами через несколько минут. В эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим!